Сарга 14. Отвращение к жизни Рама сказал, жизнь не постоянно и готова в любой момент оставить тело. Так дрожит капля воды на кончике травинки, готовая внезапно, как пропойца, упасть. Жизнь для немощных умом, привязанных к отравляющим предметам и для тех, кто не понимает себя, становится причиной страданий. Счастливая жизнь лишь у тех, кто познал все, что должно быть познано, успокоился в бесстрастности и равно смотрит на обретение и потери. Мы уверены, что ограничены телом и не находим счастья среди бесчисленных молний, грозовой тучи, сансары. О, мудрый! Можно поймать ветер, можно разделить пространство и сделать гирлянду из волн. Но невозможно надеяться на жизнь. Она бесполезна, как крошечное осеннее облако, как свет лампа без масла, как живущая лишь миг рябь на поверхности воды. Я могу надеяться ухватить волну, поймать отражение луны, пучок молний или небесный лотос, но невозможно удержать непостоянную жизнь. Беспокойный ум жаждет продлить свою пустую жизнь, но это приводит глупца только к страданию, от которого невозможно избавиться, как невозможно дождаться потомства от бесплодного мула. О, брахман! Лиана тела подобна пене в этом бушующем океане творения сансары. Такое существование совершенно не доставляет мне удовольствия. Настоящей жизнью можно назвать единственную ту, в которой достигается то, чего необходимо достичь, где нет страданий и где обретена высшая цель освобождения. Ибо живут даже деревья, живут птицы и звери, но только тот воистину живет, чей ум прекращает существование, уничтоженный размышлением. Только те, рожденные в мире, живут по-настоящему, кто не рождается здесь вновь. Остальные же существуют, как престарелые ослы. Для глупца священные тексты – тяжелый груз. Для полного страстей – мудрость, неподъемная тяжесть. Для беспокойного – ум, бремя. И для незнающего себя – тело – тяжкая ноша. Красота, жизнь, ум, интеллект, чувство «я» и желание – все становится обузой для глупца, как неподъемный груз носильщика. Воистину трудна жизнь невежды, она полна тревог, является прибежищем для несчастья и гнездом для птиц болезней. Постоянно, день за днем, время разрушает жизнь, как крыса без устали роет сотни нор в земле. Болезни прячутся в порох тела, отравляя его и злобно высасывая из него жизнь, подобно ядовитым змеям, оскверняющим лесной воздух своим дыханием. Истекающие ядом и слизью, противные, ужасающие и разрушительные, вызывающие страдания, внутренние болезни, подобны термитам, которые точит изнутри трухлявый пень. Как кошка, подстерегающая мышь, смерть жадно и непрерывно следит за жизнью, чтобы сожрать ее. Жизнь дряхлеет от старости, напоминающей разукрашенную и благоухающую духами престарелую развратницу, и сил становится все меньше, словно пищи, поглощаемой обжором. Молодость быстро оставляет нас, как через короткое время человек оставляет компанию обманщика, потеряв к нему уважение. Смерть – неразлучный друг разрушения и родственник старости и уничтожения, желает забрать жизнь, как влюбленный спешит насладиться красотой любимой. Нет ничего в этом мире такого же бессмысленного, как эта жизнь. Пища смерти абсолютно бесполезная, лишенная надежности, полноты и радости. Такова Сарга XIV «Отвращение к жизни», книги первой о разочаровании, Махара Рамаяны, Шри Васиштхи, ведущие к освобождению, записанные в Алмике.